Всем привет, кто зашел на мой канал посмотреть новое видео. Сегодня я буду гулять по своему городу Афула. Я знаю, что многие из вас любят те видео, где я разговариваю вживую на камеру, без озвучки. И такие видео живые, они больше сейчас выходят на лайв-канале. Там я сижу, что-нибудь пробую, пью и с вами вживую разговариваю. А на этом канале, на котором вы сейчас смотрите это видео, я больше стараюсь немного в творчество. Когда я вживую разговариваю с камерой, то я начинаю сильно нервничать, начинаю нести всякий бред, сразу начинают идти и вылетать какие-то шутки, слова. И такой формат мне немного страшно и стыдно выкладывать на основном вот влог-канале. Мне почему-то всегда кажется, что на влог-канале много подписчиков, надо выкладывать что-то, наверное, более серьезное. Хочется поснимать что-то, наложить звук более серьезным, о чем-то вот с вами так вот поговорить. Но мне кажется, что вы все-таки больше любите мои вот живые ролики, живые эмоции, хотя они очень сумбурные получаются. Сложно и страшно брать на улице камеру и все время вот так вот вещать, на живую разговаривать. Дома это делать легче, как на лайв-канале. Я сижу дома, у телевизора и просто вот разговариваю как есть. А на влог-канале на улице сложно вот так вот с камерой разговаривать, потому что, во-первых, вокруг люди все время на тебя смотрят. Ты смущаешься брать камеру и просто открыто вот так вот смело вот так вот разговаривать, шутить, прикалываться. Это очень страшно. Во-вторых, на улице всегда много насекомых. Огромное количество мух, которые постоянно к тебе пристают, садятся на лицо. И поэтому вживую разговаривать так вот на улице, вещать в лесу или где-то, это сложно. Приходится перезаписывать много дублей. У нас в Израиле такой климат, что все время вокруг летают мухи, какая-то мошкара, которые вот именно любят садиться на тело. И они еще какие-то злые, безумно. Они кусают мухи, кусучие. Муха там вроде обычная села тебе на ногу. И как укусит боль, думаешь, блин, нифига себе, почему мухи такие жестокие. И поэтому гораздо проще, и мне кажется, так все-таки выглядит немножко профессиональней, когда я беру камеру, что-то снимаю, что я замечаю, мне так спокойнее. Мало кто замечает эту камеру, когда ты просто снимаешь, а потом дома я сижу и вам вот так вот вещаю, рассказываю. Но так получается, что вот то, что я вещаю в этих роликах, это тоже не всегда с головы. Сейчас я разговариваю с вами как вживую, из головы. Но в основном я введу свой блокнот на телефоне, куда я записываю всякие мысли, новости из мира Израиля, из своей жизни, о Боге и о политике. Просто вот обо всем подряд я выписываю разные мысли. И потом я это все вот зачитываю, рассказываю в своих видео. Мне очень нравится этот путь, потому что он меня раскрывает. Благодаря этому я подмечаю многое и не забываю. Я это сохраняю, записываю, веду блокнот. Там у меня много-много-много разных тем, которые хочу вам рассказать, своим поделиться на абсолютно разные темы. Там даже шутки порой бывает выписываю. Чтобы потом вот так вот дома сесть, включить программу, где я все снимал, показывал. Все, что я показываю, это абсолютно все я снимаю. Это я не беру откуда-то там видео. Это все лично снимаю я. Потом вот так вот сижу, включаю и вам рассказываю. Вон мама моя сидит там. И там вот так вот вам все вещаю и рассказываю. Я бы не сказал, что это какой-то неудачный формат. Каждый записывает то, что он хочет. Я на YouTube знаю множество каналов, где по 50, по 100 тысяч подписчиков. И где люди вот так же вещают и никогда вообще себя не показывают. Их люди смотрят, слушают. И мне такой формат, он тоже приятен. Но я не зацикливаюсь на одном формате. Я не хочу сказать, что такой формат теперь у меня будет прям вот всегда. Я все время иду вперед. Я меняюсь. У меня меняются форматы. Просто сейчас именно меня прет снимать на этом канале вот так. Потом все может еще поменяться много раз. Когда я уйду от этого формата и начну записывать только вот все вот вживую. Буду разговаривать, общаться. Потому что на другом, на своем втором лайв-канале я сижу, разговариваю вживую с камерой. И пытаюсь научиться с ней разговаривать. На лайв-канале набиваю руку, так сказать. Набиваю язык. Учусь разговаривать с камерой. И потом, возможно, у меня этот формат перейдет больше на влог-канал. И я начну вещать, показан вживую. Но проблема в том, что когда ты вещаешь вживую, ты снимаешь в основном только себя. А окружающий мир видно мало. А такой вот формат, как вы смотрите сейчас, то я наоборот себя снимаю очень мало. А окружающий мир очень много. И рассказываю что-то так вот на фоне. И у меня создается такое впечатление, что мы с вами вместе гуляем. Я вам что-то рассказываю. И мы делимся с вами впечатлениями. И потом у нас будут с вами общие такие вот воспоминания об окружающем мире. Честно скажу, что я сам не особо решаю, что будет дальше на канале или в моей жизни. Я снимаю то, что происходит в моей жизни и даже не знаю, что будет потом. Я бы сказал, что жизнь играет в меня, а не я в жизнь. Я смотрю на свою жизнь, как на некий сериал, в котором я когда-то появился, и теперь вот участвую в нем. Вокруг разные люди, события. Я могу быть простым наблюдателем этого сериала, а могу и сам в нем иногда участвовать. А благодаря путешествиям, особенно вот по Израилю, я вместе с вами все больше узнаю о том месте, где вообще я живу и где, блин, нахожусь. Я жил до этого как в коробке. Я даже как-то не осознавал, что я живу рядом с границей, где расположена Сирия. И благодаря тому, что я путешествую и наблюдаю за окружающим миром, снимаю все вот это вот на камеру, благодаря этому я начинаю больше и больше понимать, где я нахожусь и что вообще вокруг тут меня. Именно поэтому мне нравится вести мои каналы на YouTube. На влог-канале, на котором вы сейчас смотрите видео, я узнаю больше об окружающем мире. На лайв-канале я больше узнаю о разных напитках, консервах, всяких вкусняшках, о еде. Если бы я не занимался своими каналами, то я бы и ел всю жизнь тупо одно и то же, там, что мама приготовит, что я там куплю, и скучно как-то бы проводил свое время. А благодаря тому, что я беру камеру и снимаю видео, я наполняюсь жизнью, я наполняюсь какими-то новыми вещами. Вы знаете, как это вот бывает, когда в вашу жизнь приходят какие-то люди, знакомые, друзья. Они привносят в вашу жизнь что-то новое. С каждым человеком, который появляется в вашей жизни, вы узнаете от него что-то для себя новое, открываете. Я в жизни редко знакомлюсь с людьми. Я замкнутый человек и в основном все время сижу тупо дома. И поэтому с людьми в жизни я знакомлюсь настолько редко, что, наверное, я бы побил все рекорды по этому вопросу. Но таким людям, как я, надо куда-то выплескивать свои эмоции, свои мысли. Нам надо в жизни что-то, чем мы будем наполняться. Поэтому люди в какой-то момент, такие как я, начинают писать книги, вести влог-канал, писать дневники. Просто выплескивать свои мысли, наполняясь чем-то новым из жизни, чтобы было о чем написать. Так же и мои каналы. Я называю это своим сериалом, своим дневником, где я просто выписываю то, что происходит в моей жизни. И чтобы было о чем еще на моем канале тут написать, я ищу в жизни что-то, о чем можно было бы тут написать. Я веду свои каналы не ради заработка или чего-то такого. Мне просто хочется наполняться чем-то новым в жизни, потому что жизнь, она проходит. Мне уже 35 лет. Познакомиться в таком возрасте с кем-то вот так вот на улице или где-то очень сложно. Благо у нас есть интернет. Класть полностью на свою жизнь, уходить в какую-нибудь работу с головой, или тупо сидеть и играть в приставку, закрывшись дома, и ждать своего часа еще лет 30-40 до пенсии, пока не уйдешь из жизни, это уж слишком скучно. Можно сгнить заживо или просто сойти с ума. Поэтому люди так или иначе приходят к тому, что начинают чем-то все-таки заниматься. И я вот выбрал путь видеоблогинга. И решил просто, что буду вокруг снимать такие видео, какие вот просто смогу. Всякие разные. Что просто на ум придет, то и буду снимать. Так в итоге вышло, что я открыл три канала, и мне их вполне хватает. Три канала с абсолютно разной тематикой. На своем основном влог-канале, где очень много подписчиков, я решил, что буду снимать больше вот как бы Израиль, улицы, и рассказывать какие-то новости про Израиль, и про все, что окружает меня вот здесь, где я живу, где я нахожусь. Если поедут какие-то путешествия или что-то такое, то это все будет вот на основном влог-канале. Лайв-канал я веду, где собираю просто разные трэш. Разные такие видео, спорные, которые на основной канал немножко стыдно выложить. Там на лайв-канале я могу в открытую попить алкоголь, там пиво какое-нибудь, поговорить, пошутить. Там я ни в чем себя не ограничиваю. Там это лайв-канал, просто живой канал. Там общение такое, какое вот я есть в жизни. Не то, чтобы я себя в чем-то ограничиваю ограничиваю или скрываю, что я, мол, где-то не такой. Я стараюсь быть везде таким, какое есть. Но на влог-канале хочется как-то вести более такие серьезные видео, интересные, как будто это какая-то вот передача вот такая вот интересная, серьезная. А на лайв-канале я просто обычный парень, который что-то рассказывает, болтает, шутит. Могу там порассуждать о сериалах, про игры, про еду, вкусняшки, пиво. Просто сижу вот так вот и болтаю на разные-разные темы. Каждому человеку нравится какой-то определенный формат. А мне для полного счастья вот нравится вести вот эти вот два формата. Но просто я не считаю, что на влог-канале нужно рассказывать про фильмы, там, игры, сериалы. Это все оставим для лайв-канала. Поэтому я вас тоже приглашаю на лайв-канал, если вы хотите узнать меня поближе. Там я болтаю на разные темы, шичу, тоже с вами все обсуждаю и пробую всякие напитки, вкусняшки и много-много-много всего такого. А третий канал веду для того, чтобы там играть в игры. Я вырос на играх, я их люблю. Я всю жизнь играл в Dendy, в Sega, в PlayStation, на компьютере. И веду просто канал, где прохожу разные игрушки. И там тоже я обсуждаю. Я не просто играю молча или что-то такое. Я, когда играю в эти игры, я обсуждаю всякие разные новости из мира. Я обсуждаю игровую индустрию, тоже обсуждаю фильмы. И всякие какие темы там меня окружают, то тоже все это там обсуждаю. То есть стараюсь тоже разнообразить, чтобы было интересно, весело смотреть, слушать и общаться, тоже обсуждать разные события. И эти три канала меня прям наполняют. Мне их хватает просто вот вообще идеально. Потому что помимо них у меня также есть Инстаграм, ТикТок, где я тоже выкладываю что-то из своей жизни. Также время от времени у меня спрашивают, продолжаю ли я ходить в спортзал. Да, я хожу два-три раза в неделю, занимаюсь в спортзале. И готовлю тоже ролики на эту тему, потому что у меня есть целый плейлист, где я рассказываю, как я хожу в спортзал. Поэтому тоже выписываю разные мысли, свои какие-то заметки, чем хочу поделиться, рассказать о спорте, о спортзале. И будут тоже ролики здесь на эту тему. Если подумать, почему у меня сейчас пошли видео с путешествиями и экскурсиями, это все от того, что мы долго сидели в локдауне, на карантине. Когда в 19-м году началась эта модная болезнь, то на нас надели намордники, посадили в будки дома. Но в принципе я не против. Все люди просто попали в мой мир. Я и до этого сидел дома вот так вот практически в заперти. Но тем не менее мы с мамой все равно каждый год, хоть куда-то, но ездили то на море в разные, какие-нибудь города, в разные места. Мы все-таки посещали так или иначе, чтобы совсем уже дома не оставаться. Но когда в 19-м году все это вот началось, и нас заперли дома, нельзя было куда-то там поехать или полететь. Ну что уж говорить, мы с мамой были даже в России, два раза летали из Израиля в Россию. Два раза у меня есть вот фильмы оттуда из России, как мы там ездили, гуляли. А вот когда нас закрыли в 19-м году, все, мы вообще с 19-го года до 22-го мы вообще никуда не ездили. Даже на море не были толком. Ну, в 21-м году вот были на море один раз, и все, в Хайфе тоже есть фильм оттуда. И поэтому, когда нам отменили маски, и разрешили сейчас ходить без масок, нас открыли, выпустили из домов, можно теперь ездить по Израилю, путешествовать, то мы с мамой подумали, что раз сейчас карантина больше пока нет, то надо бы успеть поездить, погулять, впечатления какие-то получить. Тем более, раз я веду канал, то разноображу канал этими экскурсиями, путешествиями. Опять грозятся нас закрыть на локдаун, опять грозятся нас посадить на карантин, надеть на нас на мордники. И неизвестно, сколько времени это еще будет продолжаться, и когда нас посадят на карантин, и сколько он будет тоже продолжаться, это все неизвестно. И поэтому сейчас вот такой вот формат тоже на моем канале попер. Именно экскурсии, озвучка. Именно потому, что мы сейчас стали ездить по экскурсиям. И я стараюсь снять как можно больше видосов, контента, как можно больше получить впечатлений. И чтобы это все в памяти на канале у нас вот сохранилось, осталось. А потом, когда нас посадят снова на карантин, то видосов таких, наверное, уже разнообразных не будет. Буду снимать что-то такое локальное. Из дома, рядом с домом буду гулять, выходить там куда-нибудь, показывать, как мы живем на карантине. И будет совершенно уже пойдем в другом направлении. Поэтому я не решаю, какие форматы мне снимать, потому что я на жизнь никак не влияю. Какие появятся в мире законы, вирусы, проблемы, мы должны уметь под них подстраиваться и жить в этих условиях, которые нас ждут. Поэтому я решил записать такой вот подкаст, чтобы с вами вот так вот поговорить, все рассказать как есть, что у меня на уме. Задавайте, пожалуйста, вопросы, пишите, я все это читаю. Если будет что-то неинтересное, я выпишу к себе и в следующих видео с вами это обсужу, запишу, расскажу. Ну и, конечно, никуда не денется готовка. Время от времени мы с мамой будем что-либо готовить на кухне, вам показывать. Нам очень приятно, что вам нравится такой формат готовки. Нам тоже этот формат очень нравится. Мне именно нравится потому, что я тоже учусь готовить. И та же жареная картошка, например, каждый раз у меня получается по-разному. Я приготовлю ее то так, то так. И всегда получается как-то по-разному, вкусно. И каждый раз хочется это записать, вам показать, что, как я научился готовить. Идеи, что приготовить, показать очень много. Мама тоже все время учится что-то новенькое приготовить. Она подсматривает в интернете. Там разные рецепты. Пробует, готовит. Получается очень вкусно, обалденно. И мы себе ставим заметочку, что вот это нужно тоже приготовить, показать. Потому что получилось офигенно вкусно. Ну а так я, конечно же, и тоже учусь жить самостоятельно. Я сам мою посуду, ухаживаю за кроликом. Я буду везде вас с собой брать и показывать. И надеюсь на ваши всякие советы, мудрости, которые мне помогают. Вы пишите много чего. Я это запоминаю. Я это обдумываю. И иду с вашими мыслями по жизни. Тем временем я все это видео снимал в наш город. Обращал внимание на разных тоже жучков, паучков. Вот здесь, например, под конец видео я снял такого интересного жука. Я первый раз в жизни его такого увидел. У него такой интересный окрас. Он сам по себе очень большой. Примерно с полмизинца. И у него такой окрас белый на черном панцире, напоминающий, знаете, вот этих вот солдат, там спецназ какой-то, когда они берут черную маску. И на этой черной маске нарисован такой белый череп, типа отряд призраков. И вот этот жук мне просто вот так вот напомнил эти вот отряды призраков. Смотрите, у него как будто белый нарисован череп такой, да, вот с глазами. Очень такой необычный окрас. Я на него долго-долго смотрел и не мог понять, он вообще живой или мертвый. В какой-то момент я даже подумал, что это какая-то игрушка. Стал его трогать, домогаться до него. Я думал, может быть, он поджарился на солнце, и может быть, ему нужна помощь. Когда я стал его трогать, оказалось, что он такой упругий, знаете, такой прям, у него лапы как резиновые. Я пытался его попугать немножко, чтобы он пошел, побежал куда-то. Просто не мог понять, он живой или это игрушка какая-то. Что это, блин, такое? Я поверить не мог, что существуют настолько красивые насекомые. Взял, в общем, палку и стал его немножко трогать, чтобы его хоть немножко расшевелить. А то тут же люди ходят, и его могут просто, блин, раздавить. Да, наш город таит в себе много секретов. Стоит достать камеру, пойти гулять, и всегда с ними что-нибудь интересное. Вообще, насекомых я очень боюсь, и терпеть их не могу, но мне их, знаете, прям очень жалко. Я вот не могу даже просто вот так вот идти по дороге и давить насекомых, муравьев. Я все время смотрю под ноги, и вот не дай бог раздавить там жучка, паучка или муравьишечку. Любая жизнь, даже жизнь насекомого, это очень сложная жизнь. Человек никогда не сможет произвести что-то подобное. Не мы давали эту жизнь, чтобы вот так вот брать ее и забирать. Часто было такое, что я некоторым насекомым даже помогал. Как-то шел по улице и увидел кузнечка, такого большого, который тоже вот так вот лежал и не мог понять, куда ему прыгать в кусты или куда вот, не знаю, он был какой-то потерянный. Так я его тоже вот так вот немножко трогал-трогал, и он скакал-скакал, пока не прискакал в кусты. Я подумал, что там будет ему все-таки лучше. А на следующий день, когда я проходил через те кусты, через то место, то я увидел, что кустов больше нет, их сбрили. И что было там с кузнечиком, я уже вот не знаю. Иногда мне кажется, что может быть не стоит вообще вмешиваться в процесс, но и убивать тоже как-то, блин, жалко. А в Израиле такие квартиры, что насекомые очень легко попадают в квартиры и делают, блин, что хотят. Не знаю, в Израиле такие квартиры, что вот у нас может легко поселиться ящерица и жить на кухне. Тем временем я нашел еще одного интересного жучка, такой вот зеленый, тоже стоял, как какой-то потерянный, не двигался. Я вот смотрю на этих жуков и не могу понять, что с вами не так. Вас отключают, вы теряете связь с космосом. Почему вы не бегаете, не прыгаете? Почему вы просто от меня, блин, не убегаете? Они как будто просто решили суициднуться, там люди ходят, и любой человек может просто подойти и наступить, и все. Может, это жуки, которые себя осознали, и им просто страшно и неприятно жить в теле насекомого. Всякое может, блин, быть. Что ж, получилось такое вот видео, такой вот у нас город. Спасибо вам, ребята, за внимание и просмотр, за то, что вы продолжаете идти со мной по жизни. Мне это очень приятно. Я многих из вас помню, запоминаю, думаю о вас. Надеюсь, все будет, ребят, хорошо. Не забывайте, ребята, поднимать голову и смотреть на облака. Порой там летают странные вещи. Будьте бдительны и не забывайте радоваться жизни. Все будет хорошо. Главное найти того человека, который сделает вам хорошо. Ну, а на этом пока все. Спасибо, ребята, за внимание и просмотр. Всем пока и до скорых встреч. Смотрите только лучшие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok